Очень люблю возраст Всем привет Здрасте, здрасте Да Ты говоришь, а пока не одел шапку И на голове более-менее прилично Так сказать Волосы лежат Решил выйти в эфир Да Здрасте, здрасте Привет Ростов-на-Дону Заснеженного Ростова-на-Дону Боже мой Какая романтика Какая романтика Заснеженный Ростов Здрасте, Самара Здравствуйте Всем привет Доброе утро, земля Алексей Не прочитал Не прочитал Ну какой-то земляк Ну мы все на планете Земля Живем, поэтому мы все земляки О, Наташка Терехова Привет Ку-ку-ку-ку С прошедшими и с крещением Тебя, твою семью Всех тебе благ, здоровья И Божьей милости Как говорится Спасибо, да Всех с крещением тоже Вот так сказать Наташку и вас всех тоже С праздничком большим Доброго дня из Беларуси Погода супер Баку, вижу, здрасте Ну, как говорится Погода Она ж такая вещь Она ж как красота Она ж проходящая Сегодня красив И погода прекрасная А завтра страшен И погода дрянь Ничто не вечно под луной Тема Навального Мне не очень близка Я не навальнист Я не поклонник Церкви синих труселей Для меня Навальный Как политик Не актуален Не интересен Вот Не интересен абсолютно Здрасте Привет Невинномыск Да, слушайте У нас прохладненько Все-таки держится Крещенские морозики держатся Минус 13 Минус 13 Сегодня у всего Прогрессивного человечества Наташка Терьхова Очень красивая Да Да Это вот тот случай Когда Говорите Не останавливайтесь Так сказать За меня Говорите Говорите Вот Да Сегодня у всего Прогрессивного человечества Светлый праздник У кого крещение А у кого Инаугурация Нового президента США Вот Так что Ждем Ждем Есть Есть Эное количество Государств Как сказать Великого тупика Как я их называю Вот Которые ждут Ждут Что для них что-то изменится Что наконец-то появится Смысл существования И свет в конце тоннеля Не надейтесь Хочу я вам сказать Вот Не надейтесь Да Ну на самом деле Подвести итог такой Хотелось бы Кратенько так сказать Да Чем Чем был Трамп С одной стороны Хорош Чем С другой стороны Был плох Вот На мой взгляд Скажем так Далеко не профессиональный Трамп Увидел то Куда катится Америка Куда она идет И он ее хотел Действительно вернуть На путь истины И так далее Вот И этим он И этим он был Хорош По той простой причине Что Заметьте Первый президент Который не начал Ни одного военного конфликта То есть Были какие-то Там Обмены Какие-то Там Ударами Там Даже там Нанесение Безответных ударов Но это не война Вот Человек Который не начал Ни одну войну Трамп Трамп Он бизнесмен Он делец Он Тот человек Который действительно Что-то производит Из того бизнеса Американского Который действительно Что-то производит Что-то делает Вот И он хотел Действительно вернуть В Америку В Америке Во что вы понимали Практически Нету фундаментальной Экономики Это страна Которая как бы Да Разбросала все свои Производства По всему миру Да В погоне За дешевизной А в самой стране Там ничего нету Вот А та работа Которая есть Там работают В основном Негры Латиноамериканцы И так далее То есть Экономика США То есть Вы не путайте Индексы Роста индекса Каких-то там Высокотехнологичных Отраслей экономики Да Вот Которые там растут Там у них там Акции там И так далее Вот Дело в том Что Как бы оно не росло Это все Производится В других странах Вообще В самой Америке Там по-моему Кроме Боинга И по-моему Каких-то там Отраслей Военной промышленности Больше ничего нету Поэтому экономика США Как бы и рухнула И это подтверждает Мои интересные Разговоры С ребятами С ребятами Которые там Живут Ну Русские Русские ребята Которые туда уехали Довольно таки давно И у них там был Бизнес Который сейчас Медленно загибается В том плане Что Ну как бы Бизнес Обслуживание Бизнес Средний бизнес Там рестораны Фитнес Вот эти Салоны красоты Маникюр Педикюр Там всякая Уборка Туда-сюда Там Это все У них там Загибается Со страшной силой Вот И Трамп Трамп мог бы Изменить ситуацию В США И все шло к этому И этим он был Опасен для Ну как бы Они нас считают Врагами Да Ну мы тоже будем Так сказать Условно считать Врагами Хотя на самом деле Ну Это так Знаете Сарказм Вот Ну какие они нам Враги Собственно говоря Вот Но тем не менее Поэтому как бы То что сейчас В Америке при Байдене Будет ухудшение Обстановки И обострение Вот Это в принципе На руку всем Потом как бы Ситуация с Трампом С выборами Показала Чего стоят Собственно говоря Все вот эти Святые прописные Истины О свободе слова Правосудия О свободе И неангажированность СМИ И так далее И так далее Ну то есть Грубо говоря Все пошло прахом Понимаете Вся сказка Про США Как бы да Вот В глазах Думающих людей Разумных Она просто Рассыпалась В прах Вот Всем все стало Понятно Как бы да Что за этим стоит Вот У Трампа Был шанс Это изменить Вот Но к счастью А с другой стороны К сожалению Ему не дали Этого сделать Вот Сейчас все вернется На круги своя Но дело в том Что Произошли глобальные Изменения В мире Глобальные Изменения В США В Саму Поэтому Возвращение На круги Своя Это такой Знаете Откат Откат Для Америки Назад И понятно Что Понятно Что там Байден Байден Да Как я Повторяю Неоднократно Старый Больной Ну как бы Даже В деменции В какой-то Человек Вот Который Ну На самом деле Ничего решать Не будет По большому счету Он такой Фунт Своего рода Почему А вот А вот Харрис Камила Харрис По-моему Которая у него Вице-президент Это реально Еще та тварь Вот Как бы Кто действительно Представляет Опасность Не просто Для Америки А для всего мира Она Это Это очень Агрессивная тварь Вот И она Скорее всего Я не уверен Что Байден Четыре года Протянет Ну в смысле Может быть Он не умрет Но по состоянию Здоровья Его скорее всего Могут отстранить От власти И вице-президент Будет какое-то время Управлять США То есть Это Харрис Но До Следующих Ну в смысле До ближайших выборов Которые сенат Должен назначить В течение полугода Почему они хотели Так Трампа сломать И объявить ему импичмент Да Чтобы у него Не было шанса Не было шанса Вернуться в политику Большую Трампа надо знать Этот товарищ Просто так не сдастся Вот И у него есть еще Шанс избраться президентом Поэтому нужно было Сломать его Объявить ему импичмент И после импичмента Соответственно Он уже Не смог бы избраться Еще на один срок Вот Поэтому Поэтому у них этого Не получилось К самой Харрис Отношения В США Неоднозначная Несмотря на то Что она женщина И то что она Там считает себя Чернокожей Ну там в Америке Сейчас много Таких людей Которые там Мужчины Которые считают Себя женщинами Женщины Которые считают Себя мужчинами Женщины и мужчины Которые себя считают Растениями И так далее И так далее Но это все Плоды Либеральной Как бы вообще В целом Политики И образа жизни Я вам про либерализм Потом свое мнение Выскажу Сейчас пока По президентам Вот Поэтому Не удалось Им сломать Трампа И я уверен И вот я вспоминаю Свой сон Помните я говорил Что было очень Непонятно Какой-то Какой-то был Сумбур 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 Непонятно Непонятно Но Трамп Потом опять Стал президентом Вот сейчас События Которые происходят Я понимаю Теперь как бы О чем мой сон Мне говорил То есть Это было как бы Ну в далекую перспективу Не на эти выборы В целом Но то что Трамп еще раз Станет президентом У меня например Есть определенная Какая-то уверенность Вот Если с ним Ну что-нибудь Не случится Вот понимаете В США Есть такая Есть такая Тенденция С некоторыми людьми С некоторыми людьми Ну они вдруг Умирают Каким-то образом Ну вот Очень странная смерть Помните Те кто штурмовали Капитолий Там один мужичок В кабинете Этой Пелоси Пелоси Этой как бы Ну Ну такая там у них Старушка Которые уже на том свете Заждались Есть такая Конгрессмен по-моему Да Или сенатор Вот Не помню короче Там в должностях Там путаюсь Вот Который там сидел У нее На столе С ногами Там конверт Зал и так далее Его нашли Мертвым у себя Дома Вот Якобы застрелился Чего бы вдруг Собственно говоря И вообще в США Такое довольно часто Происходит Довольно таки Часто происходит Некоторые люди Некоторые журналисты Некоторые как бы Такие люди У них умирают Вот У них умирают Вот Причем как бы Они там Ну Кончают жизнь Самоубийством Как правило Вот Так что Вы понимаете Что Трамп собственно говоря Находится в зоне риска Понятное дело Вот Поэтому следующие выборы Следующие выборы Если Трамп себя будет Правильно вести Вот Плюс наши хакеры Я думаю Что у Трампа Есть еще большой шанс Избраться еще раз Президентом США Вот Конечно мне бы не хотелось Конечно мне бы не хотелось Чтобы он избрался Еще раз Президентом США Я объяснил почему Да Потому что Он мог бы Изменить курс Америки Который Не привел бы ее В результате К краху А то что Америку ждет крах В этом я совершенно не сомневаюсь Понятно что это будет Не завтра Не через год Не через два Не через пять И даже не через десять лет Но Я думаю что Мы с вами Уже присутствуем При При этом событии Потому что Ну это длительный процесс Понимаете Он растянут во времени Вот Так что вот Как бы вот такие дела Ну а то что Байден Будет президентом Ну для нас лично Ничего не меняется Абсолютно Да нам в принципе Как бы пофигу на все это Я лично тоже За санкции За персональные санкции За санкции Которые нам позволяют Проводить экономические Какие-то реформы Начинать в конце концов Заниматься проблемами Внутри страны Открывать производство Модернизировать их И так далее И так далее Слушайте Еще каких-то пять лет назад О том что У России Одним из локомотивов Вообще экономики Будет сельское хозяйство Ну это вызывало смех и улыбку На сегодняшний день На сегодняшний день Россия является практически Одним из лидеров Мировым Мировых там да там По темпам роста Сельского хозяйства в стране Это факт Это факт который признается Абсолютно всеми То есть можно здесь пенять там На киселевскую пропаганду Или еще на что-то Но как бы если быть Объективным и отстраненным То сельское хозяйство Сделало огромный рывок Кто бы мог подумать Я вот честно вам скажу Никогда бы вообще Не поверил бы Что Что Россия будет лидером По производству зерна Россия которая Обеспечит свой рынок Курятиной и свинятиной И будет это все экспортировать В другие страны мира Понимаете Вспомните Ножки Буша И очереди за ними Вспомните Сейчас мы курицу Экспортируем Понимаете В другие страны Мы экспортируем И таких позиций Довольно таки много Понимаете Довольно таки много И если Как бы все так будет Дальше продолжаться То есть мы выйдем На самообеспечение Понятно что есть проблемы Я же как говорится Не это Не американский Шпион Вот Чтобы рассказывать Тут как бы Да только хвалить Проблем еще полно Но тем не менее Вот Тем не менее Я считаю что мы На верном курсе И что нужно как говорится Продолжать Мы в этом году Заработали денег больше На сельскохозяйственной продукции Чем на оружии Впереди только нефть и газ Вот Вот так вот Да Спасибо всем большое Масло подсолнечное 100 с лишним рублей Боже мой Какой кошмар Прям необходимый продукт Понимаете Я вот покупаю бутылку Там Литровую бутылку Там Или какая там она Или полулитровую Я покупаю Эту бутылку подсолнечного масла Слушайте Оно у меня стоит Чтоб не соврать Ну По полгода Вот Шесть месяцев Разделить на Сто рублей Это получается Ну грубо говоря Там По пятнадцать Там Да Ну С копейками Рублей В месяц Я трачу этого масла Пятнадцать Рублей Так что Как бы так Привет Да Привет На профессиональном фронте Дела тихо Зима Только закончились праздники Многие актеры Режиссеры Еще даже не протрезвели Надо же понимать Специфику профессии Вот Так что Это Что у меня еще стоит Ну Что-то еще стоит Стоит еще что-то Там надо посмотреть Так что Вот так Мне не хватает Одного литра Ну что ж Тогда Знаете Водка подорожала Папа Ты будешь меньше пить Нет сынок Ты будешь меньше кушать Ой Анекдот мне рассказали Про Навального Уж раз так в тему Вопрос был Путин звонит Меркель Говорит Ангела Говорит Ну что за херня Ну привезли Привезли Алексея Навального Понимаете Вот он прилетел Да Избитый Весь в синяках С кровопотеками Ангела Ну что случилось Почему Она говорит Вова Лететь не хотел Так что вот так вот Все Всех обнимаю Будьте здоровы Берегитесь Все будет Хорошо Да Навальный Респект Ну кому как Кому как Вот Если бы можно было бы Пожить в параллельной вселенной Где Там Навальный Был бы президентом Вот Я думаю Что Ну туда можно было бы Как на экскурсию Слетать Знаете как это Экстремальное путешествие В параллельную вселенную Где Навальный Где Навальный Президент Навальный ноль Он малообразованный человек Понимаете Он популист Он психически Нездоровый человек Я вам это говорю Как актер Для которого Вообще Как бы Да Моя профессиональная В том числе Одна из моих Так сказать Как сказать Врожденных Где-то черт Профессиональных Я вижу Не вполне здоровых людей Потому что Ну во первых Я вращаюсь В кругу Ну скажем так Актеры все Немножко странные Кто-то в большей степени Кто-то в меньшей Но тем не менее Поэтому Определять человека С легкими Психическими расстройствами Поверьте мне Я умею У Алексея Действительно Есть проблема Вот Это раз Во вторых Он 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 Понимаете В чем дело Говорить Какие-то правильные вещи И руководить государством Тем более На внешней политике Как бы Да Быть каким-то Скажем так Авторитетом И тому подобное Это одно Ребята Посмотрите на Примеры На примеры Вокруг нас Понимаете Посмотрите на Зеленского Посмотрите на Пашиняна Посмотрите на На того же Гуайдо Посмотрите на На ту же Тихановскую Посмотрите на Страны Прибалтики И так далее И так далее Понимаете Там Это не лидеры Этими странами Управляют Понимаете Это люди Которые оказались Случайно Из-за своей Какой-то Кажем так Позиции По тем или иным вопросам В отношении Государства Понимаете Это все люди Это все Недоразумение Недоразумение В политике Эти люди Ничего хорошего Своим государством И народом Не принесли Вот Навальный Это вот человек Из этой же обоймы Понимаете В чем дело Это человек Который Просто-напросто Станет президентом Поверьте мне Он продаст Продаст Вас Страну Он все продаст С потрохами Понимаете Это будет Такой Знаете Не очень Не очень хороший Не очень хороший Вариант Горбачева И будет Леша Навальный Там Лет там Через 5-10 Понимаете С семьей Благополучно Жить в Испании А вы здесь Говно жрать будете Как в конце Восьмидесятых И все Девяностые годы Вот поверьте мне Ну нужно быть Ну нужно быть Как бы разумным Человеком Да И смотреть Не слушайте Что он говорит Это слова Это все Как бы Да Это все Это правильные слова Которые многие Из вас Хотели бы Услышать Он ничего не сделает Он никто Понимаете В чем дело И люди Которые Рядом с ним Которые должны Будут выполнять Его распоряжение Как президента Они тоже Из себя Ничего не представляют Понимаете Он собрал Вокруг себя Еще более Убогих людей Чем он сам Вот в чем дело Такие как Алексей Нужен Такие нужны Он должен говорить Он должен будоражить Массы И так далее Есть какое-то Количество людей Которым Такие Такие Мессии Как бы Да Они нужны Ну как бы Для такой Знаете Видимости И что В стране Происходит Там какая-то Там Движуха И так далее И так далее Не более того Я ни в коем случае За то Чтобы там Его посадили Не дай бог Отравили И так далее И так далее Он нужен Он нужен Для того Чтобы у нас Была возможность Сравнивать Понимаете Смотреть со стороны И сравнивать Вот и все Ну как бы Мы же живем Как бы Скажем В альтернативной Реальности Какой-то Да Там по отношению Там скажем К странам запада Но это наша жизнь Понимаете Так жили наши деды Отцы У нас такие ценности И тому подобное Такие как Алексей Нужен Чтобы мы могли Сравнивать Вот и все Вот и все Не что вы Алексей к Троцкому Он даже Понимаете Вот Навальный По отношению К Троцкому Он даже не гульфик На трусах Троцкого Понимаете Это пустое место Троцкий Троцкий Несмотря на весь ужас Который он из себя представлял Был одним Из величайших людей Послереволюционной Революционной Послереволюционной Россией Понимаете Это был действительно Мыслитель Это был страшный Демон Понимаете Пострашнее в разы Чем Сталин Вот Но тем не менее Я же говорю Есть великие люди О которых история Независимо от того Как вы к ним относитесь Ваши дети Внуки и правнуки Будут изучать Их в своих книжках По истории Это и есть величие Но величие с плюсом Или величие с минусом Понимаете Все же опять же говорю Должно быть сравнений Так вот Троцкий Величайший Теоретик Политик Мыслитель своего времени Для меня Для меня Это демон Страшный человек И я очень рад Что его убили Вот Потому что Ну реально Если бы вот Представить себе Его на месте Сталина А это вполне Могло быть реально То Я думаю Что Северная Корея Показалось бы Показалось бы Нам Раем Так что Как бы Такие дела А что касается Еще раз говорю Алексея Как говорится Да Бог с ним Никто его не тронет Он Поверьте мне Он Никакой опасности Не представляет То Небольшое Количество Людей Которые Ну там Два Три Ну пять Ну пускай даже Десять миллионов У него есть сторонников Слушайте Ну это Это смешно Это ни о чем Вот Причем эти сторонники Они с возрастом Как бы Ну приходит Какой-то Период Взросления Вот Да Потому что Его-то в основном Там молодежь Какая-то там Детский сад Там молодежь Как бы Да С одной стороны Это правильно Потому что Они вырастут И они будут Как бы взрослыми Серьезными Там да Людьми Возможно Но поверьте мне В процессе жизни Жизнь же она Жестокая штука Она же расставляется По своим местам В процессе жизни Эти люди Ну как бы Переключаться На какие-то Более важные вещи В своей жизни Семья Дети Работа И так далее И так далее Вот И Процент Который останется Там Поклонников Навального Ну Я сомневаюсь Очень сомневаюсь В том Что Как бы Это вообще Это сейчас шум Это сейчас пиар Это сейчас хайп Вот И так далее Которому кстати Способствуют В том числе Наши СМИ Я бы на месте Как бы наших Вообще внимания не обратил Ну прилетел И прилетел Вот Отпустил бы человека Домой помыться А потом бы повесткой Вызвал бы в суд И скажем так Сделал бы внушение За то Что он там Не появлялся Там на вызовах И так далее Вот вы поверьте Как бы Борец с коррупцией Сам замешан реально В коррупционных схемах Как бы И там их не одна И там их достаточно много И там к нему вопросов Действительно Достаточно Серьезных И так далее Это что же все Поймите Не на ровном месте Возникает Это не потому Что он такой борец За свободу И вот его там Прессует правосудие Не-не-не-не-не Там есть К товарищу Вопросы Очень серьезные Поэтому Как говорится Смотрите Слушайте Думайте Делайте выводы За вас Не должны Как бы решать Вы должны решать Сами для себя У меня публика В основном Взрослая В основном Думающая Которую я люблю И уважаю И общаюсь с вами На равных И доступно И Короче Ладно Пошел я Все Будьте здоровы Берегите себя И близких Мне нужно сына И школы забирать Пока-пока